Друзья, всем привет! Давно с вами не говорили о Ближнем Востоке, а есть о чем поговорить. Тем более, что там тоже уже уничтожают *** российских военнослужащих, которые и туда залезли. Что там происходит, что это значит, сейчас расскажу вам. Не забудьте подписаться на канал, жмите лайк, комментируйте эту тему. Итак, в Сирии фактически снова всплыхнула широкомасштабная война. Война там, в общем-то, не прекращалась ни на секунду. За все это время она уже унесла более полумиллиона жизней. Давайте так чуть-чуть общую картину, как сейчас выглядит Сирия. Вот есть такая карта. Эта карта, вот Игал Левин выложил. Действительно, карта удобная, которая показывает вам, что с территорией Сирии. Вот часть территории, которую вы видите таким красным-розовым цветом, это, собственно говоря, то, что контролирует режим Асада с помощью России и Ирана. Желтая – это курды. Курды вместе с некоторыми арабскими племенами и при поддержке США. Зеленая – это группы повстанцев, которые поддерживаются Турцией. Ну, там есть еще черные, это и остатки ИГИЛа. В общем, и это все очень упрощенная картина. Там все очень-очень сложно на самом деле. Но общую картину вы так поняли. И одним из ключевых городов, я думаю, название которого вы слышали, является город Алеппо. Столица Сирии – Дамаск. Алеппо – второй крупнейший город. Когда-то богатейший город. Да и даже сейчас еще остатки былого величия, что называется. Ну, это исторический, древнейший город. В общем, можно много говорить. И достаточно какое-то уже время назад ситуация в Сирии подморозилась. Периодически происходили, постоянно происходят стычки, рейды, какие-то атаки диверсионные, атаки террористические. Но широкомасштабных боевых действий не было. Не было, а теперь есть. Значит, после того, как Израиль очень сильно потрепал Хезбалу, потрепал так конкретно, не только пейджерами, а просто подразнес ее в хлам. Так вот, вот эти турецкие, протурецкие, скажем, повстанцы при поддержке Турции активизировались. Раньше они, видимо, не наступали, чтобы их не обвинили, что они таким образом косвенно помогают Израилю, который бьет Хезбалу в Ливане. Это все проиранские группы. Чтобы вы понимали, Хезбалла – это такой прокси Ирана. Но так как сейчас Израиль с Ливаном перешли к перемирию, и это отдельная большая тема, там, похоже, останавливается война в Ливане, но зато она вспыхнула теперь в Сирии. И протурецкие вот эти повстанцы, они пошли в наступление на Алеппо, которая на сегодняшний день контролируется режимом Асада. Ну и в рамках этого, ну, во-первых, посмотрите видео, как они там и самолеты сбивают. И вот они уже там приближаются буквально в нескольких километрах от Алеппо. Субтитры создавал DimaTorzok. Захватили они за последние дни 13 населенных пунктов, включая пару городов. Ну и захватили они базу 46. Это база, главная опорная база режима Асада в западном Алеппо. И там они захватили как минимум трех российских офицеров-ССОшников, то есть спецназовцев. Тут уже у российской пропаганды и дружков Соловьева расстройство. Как же так? Где же дроны? Почему? В общем, все ушло, похоже, в Украину. И так, мол, они ничему не научились. И есть данные о том, что на самом деле россиян захвачено в плен больше. Есть и уничтоженные россияне во время боев. Об этом же выкладывают видео сами повстанцы. В общем, там, друзья, ярко и ярко все происходит. Более того, приближаются повстанцы к некоторым городам, где сильны позиции Хазбаллы. Но, как мы уже с вами говорили, Хазбалла сейчас совсем не та. Не та Хазбалла. Совсем не та Хазбалла. После того, как по ним катком проехался Израиль. Ам Израиль Хай. И что могу здесь вам сказать? Все эти союзники Раши, Иран и их союзники Хазбалла, Хамас, все это, пусть их там всех наконец-то уничтожат. И тут можно только держать кулаки за всех тех, кто их там, друзья, громит. Ну, а для России у них еще один фланг загорелся. И либо туда нужно перебрасывать какие-то силы, либо оттуда надо убираться. В общем, проблема. И это уже хорошо. Друзья, ну а мы держим строй. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова